Два года, руководитель. Вопрос, уважаемый мастер, недавно я перешла в группу женской программы. Объясните, пожалуйста, что значит женская экстремальная программа, понятие работы и отдыха, каким образом они совмещаются в практике хора. Большое спасибо. Что такое работа? Вам уже объяснишь, что такое работа. А работа – это вот это. Понимаете? Вот работа, еще вы понимаете, вот это надо напрягаться, а потом вот это. Что такое отдых, вы тоже знаете, это вот это. Понимаете, вот от тела всегда я отдыхаю. Вы понимаете, это все приблизительно. А теперь мы их представьте. Мы начинаем работать. Мы знаем, что такое работа, работа, ну, темп элитам, которые задается лидерам, понимаете, он боевой. Это просто, это, это поход. Вот, воист и поход. Мы и побежали, понимаете? И бежим. Вот. И мы охотимся на оленей. Побежали, олень побежал, и мы побежали. Кто-то один из нас двоих уходит. Или он, или мы. А нас много. Кто-то кого-то должен загнать. Так вот, чтобы вот эта вот работа не перешла вот в напряжение, усталость и, как следствие, утечка силы, человек должен учиться отдыхать. Вы знаете, вот этот отдых. Ну, когда человек начинает отдыхать в другом темпе, в другом ритме, вот соединение работы в другом, работа в другом темпе не принята так, как принято человеку. И отдых не в том ритме, как принято человеком, соединяются, то получается очень хорошая вещь. Он что-то вроде сумнамблюпа, что-то вроде ломатизма начинает проявляться. То есть он как бы слегка засыпает, такой человек. Он как бы слегка спит, потому что он отдыхает. Вот эти два края, или две половины мозга, начинают встречаться между собой. Сперва человеку это непонятно. Понимаете, у него это психи, работа и отдыхаем – это невозможная вещь. Работа и отдыхаем – это невозможная вещь. Но лидер, который правильно сажается на свой темп и ритм, он просто начинает, знаете, вот, в своем роде шаманские коммании. Он просто их туда затягивает и все. Делает лидер их туда втянуть. Втянуть в депнодельные фазы. В депнодельно управляемые, в самостоятельные управляемые фазы. Кто-нибудь, кто работает в этой программе, работа и отдыхает. Стойте, пожалуйста. Много, ну, можно что-нибудь сказать. Вот, а вы остаетесь. Да, да, потому что знаем, активно. Вот, напомните себе, пожалуйста, о работе и отдыхаем. Вот, у меня к вам вопрос. Ваш организм в каком состоянии? Включены. Да. Так вы отдыхаете или переработаете? Вот вы мышцы какие? Нейтральные. Ну, да, что-то посередине. Что-то посередине, да. То есть вы ненаближены, но активизированы, да? Глаза у вас, у вас сейчас большие глаза. Садитесь, пожалуйста. Если вы используете самые древние статуи, понимаете, глаза слитых, вот такие круглые, понимаете, или в боевом раже, он просто в ягде, вот такими глазами. Ваши глаза слегка округлены, вы пробуждены. Вы понимаете, ваш мозг пробужден, ваш организм пробужден и предельно активизирован. И в этой предельной активизации вы отдыхаете. Потому что ваше зрение гарантированно находится в гипнофазах или в сомнобулических фазах находится. Вы одновременно как бы пробуждаете там, где вы скрытете. Мозг, центр, который любит поспать, понимаете? Но ничего не соображает. И активизированы в ночной и дневной поток совместили. Работа отдыхает, это не знаю, иначе не поток совместить. Получается, мы на вас это проверили. Как вы себя чувствуете? Отвечу меня к вам вопрос. А как вы дышите? Внимание. Еле-еле, да? У вас сонное дыхание. А днем вы дышите вот так. И устаете. А днем вы еле-еле узнаете это дыхание? Опять вот силовая форма дыхания, которая вас пробуждена. Значит, вы и находите в гарантированном канале внутренней энергии и силы одновременно. При этом два, две половины вашего мозга включены, активизированы и находятся в покое. В покое. Это знаете, вот как это самое, компьютер включен и ждет. Сейчас кнопку нажимаем, и будет работать. Нужен вопрос или действие? Нужен объект, который захватит ваше внимание. Это может быть, объектом может быть мысль, объектом может быть любой объект, куда вы потянулись. Допустим, вы делаете горшок, допустим, вы рисуете. В таком положении ваша рука будет двигаться совершенно по-другому. И творчественные задачи будут решаться. Вы же знаете как. Поспал хорошо, утром проснулся и ответ готовился. А мозг там что-то перевалил в течение ночи. Похоже. Работа, отдыхаем – это такой высокий класс. Когда попадается лидер, у нас лидеры, мне что нравится, они на сцене не задирают. Девчонки нормальные. Я им глубоко все это не объясняю. Я сейчас объяснил вам больше, чем им. Я правильно говорю, Светлана? Они заняты каким-то делом. Они доверились в мне. А вам я сейчас объяснял, потому что мы прошли, мы опытным путем прошли какое-то расстояние, и вы можете сами отследить и сказать, это хорошо или плохо. Потому что вы начинаете активно развращать древнего человека, который, помните там как-то рисунки, вот пока он был вот с палкой, вот так, все было нормально. Как только корабли взял в руки, с ним что-то произошло. Что-то произошло. Он ушел в другую пищу, он стал изменяться в не лучшую сторону. Вот этот пастух был намного лучше, который наступал. И не то войн, и не то пастух. Это очень близко.